Три минуты о загородной жизни Доброе утро! То, что наступили холода, это еще не значит, что розы должны полностью увянуть. Вот здесь мы у Сергея Богацкого, кстати, три минуты о загородной жизни, вы смотрите, видим абсолютно живые, не увядшие еще от холодов розы. Друзья, с чем это связано? Спросим у Христа. Слова. Розы розам рознь. Розы бывают чайно-гибридные, те, которые продают у нас в киосках, да? Розы бывают кустовые, шрабы, как вот эта английская роза, посмотри, она сейчас уже листья ободранные, потому что к зиме розу нужно готовить. По правилам нужно розу взять, чайно-гибридную, например, оставить 20 сантиметров от земли и все остальное срезать. Листья все сжечь и так далее, и так далее. Все, вот все розы перед зимой нужно каким-то образом укоротить. Пацан, я не буду этого делать, я же тебе говорю, вот это по правилам, а я этого делать не буду. Объясню, почему. Это мой способ, мое ноу-хау. Когда палка от розы торчит из снега весной, она темненькая, снег вокруг нее начинает таять, протаивает до земли, и роза дышит. Она не запаривается, она не выпаривается и не выпривает. Но мы ни в коем случае не обрезаем плетистые розы, потому что плетистые розы цветут на побегах прошлого года. Поэтому все плетистые розы, плети все оставляем, вон они у меня там есть, они связаны уже пучком и придавлены к земле шпильками, вот, чтобы они зимовали под снегом. Вот плетистые розы нужно немножко прикрыть. А пойдемте посмотрим, как это выглядит. Все плетия очищены от листвы, прижаты к земле и пришпилены шпилькой. Вот так вот они и останутся в зиму. Единственное, может быть, я все-таки чуть-чуть их укрою каким-нибудь лапником, но это будет совсем немного. Вот, там, видишь, вот все, что плетистое, все прижато к земле. Вот еще один шрап, английская роза, посмотри, сейчас октябрь, он стоит как новенький. Чем мне не нравятся английские розы, понимаешь? Они не требуют большого ухода, а выглядят всегда эстетично. Смотрите «Три минуты о загородной жизни» по средам каждую неделю. Сергей Богацкий, Слава Громов, всего доброго! Три минуты о загородной жизни Три минуты о загородной жизни